Так будут ли повышать? В краевой столице вновь заговорили об увеличении платы за детский сад. Родственников умершей женщины не поделили похорон на агенты, почему ритуальный бизнес порой называют ритуальным криминалом. Искупали в овациях Барнауле на ура прошло шоу российских звезд фигурного катания. Вы смотрите наши новости. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Барнауле вновь заговорили о повышении платы за детский сад. Озвучили эту тему сами родители, которые сообщили, что на днях на собрании в одном из дошкольных учреждений краевой столицы заведующая якобы предлагала подписать документы о повышении родительской платы. Эта новость тут же разлетелась по интернету и вызвала очередную волну возмущения. Напомним, в конце прошлого года власти уже пытались увеличить плату за детский сад сразу на 650 рублей. Но тогда вмешались краевые власти и процесс приостановили. Родители по-прежнему платят за детский сад 1650 рублей. Все эти деньги идут на питание малышей. Кстати, если сумму разделить на 24 рабочих дня, получается, что пятиразовое питание на одного ребенка обходится в 68 рублей 75 копеек. Росли бы у нас еще зарплаты, как оплата за детские сады, за коммунальные услуги и так далее. То есть, допустим, если сравнивать с другими регионами, Москва, Санкт-Петербург, у них же, мол, они платят 2000 за детский сад. Планируют ли в ближайшее время родительскую плату за детский сад все-таки увеличить? И чем сейчас кормят малышей в детских садах? Смотрите в нашем специальном репортаже сразу после вечернего выпуска наших новостей. Согласно официальным документам, туристический кластер Бийска «Золотые ворота» уже вовсю работает, сообщают корреспонденты Политсибру. А между тем он существует пока исключительно на бумаге. На днях этот самый кластер показали заместителю главы Ростуризма Николаю Королеву. О чем еще пишут в своих материалах журналисты изданий «Сибирская медиагруппа». Смотрите в нашем обзоре. На самом деле строительные работы на территории автотуристического кластера «Золотые ворота» ведутся. Именно эту площадку и показал глава Наукограда Александр Студеникин гостью из Москвы Николаю Королеву. Ну да, строят. Но ведь уже давно власти отчитались о готовности туркластера. Более того, в постановлении правительства 31 января 2017 года сообщается, что благодаря автокластеру турпоток в Алтайский край увеличился почти на 33 тысячи человек в год. Журналисты Политсибру резюмируют. Регион отчитался в федеральное правительство о готовности «Золотых ворот», хотя пока туркластер фактически не работает. Три барнаульских дома затопило фекалиями. ЧП произошло на улице Некрасова в первый весенний день, сообщают корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул. После коммунальной аварии в доме по переулку Некрасова наполнилась центральная канализация. И все это хлынуло в дома. Жители не скрывали своего негатива. К тому же долгое время они не могли дождаться бригады аварийной службы. Чем завершилась история и как прокомментировали ситуацию в Барнаульском водоканале, читайте в Комсомолке. А вот корреспонденты Банкфакса пишут, что алтайский митрополит и депутат Государственной думы приобщат школьников краевой столицы к православию. О встрече попросили сами учащиеся, рассказала Наталья Кувшинова, депутат Государственной думы. Она состоится сегодня в 132-й Барнаульской школе. Формат встречи предполагает живое, открытое общение. Участники смогут задать вопросы гостям, поделиться своим видением проблем. Планируют поговорить о воспитании подрастающего поколения, о работе с церковью и общественными организациями, о службе в армии. Татьяна Голубева, Наши новости. Кощунство и угрозы. Жители Барнаульского поселка Новомихайловка столкнулись с неприятным инцидентом на кладбище. Родственников умершей женщины не поделили похоронные агенты. В день прощания близкие обнаружили, что могильная яма засыпана сугробом снега и землей. Людям пришлось ждать больше часа, пока место расчистят и они смогут опустить гроб. В семье предполагают, что это месть похоронного агента, от услуг которого родственники отказались. Вот здесь был натолкан сугроб, чтобы мы не могли пройти сюда. А это было засыпано трактором. Вот это все было натолкано сверху. С чем приходится сталкиваться барнаульцам, которые отправляют близких людей в последний путь. Наш корреспондент встретилась с сотрудниками похоронных служб, чтобы разобраться, как работает ритуальный бизнес в столице края, почему многие называют его ритуальным криминалом. Подробнее смотрите в вечернем выпуске наших новостей в 19.00. Алтайский край может лишиться государственного финансирования ремонта дорог, если не успеет до 31 марта найти подрядчиков. Накануне министр транспорта России Максим Соколов провел федеральное селекторное совещание с руководителями профильных служб и исполнительной властью субъектов страны о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году завершается его первый этап. На работы выделили 31 миллиард рублей. Еще 34 миллиарда должны будут потратить сами субъекты. Министр отметил, что во многих регионах торги объявлены не в полном объеме. Если до конца марта местные власти не найдут исполнителей дорожных работ, то заложенные на них средства могут отдать другим субъектам страны. В Алтайском крае в 2018 году в бюджете на приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» заложено почти 2 миллиарда рублей. В Барнауле и на Валтайске планируют отремонтировать 42 улицы. Мэрия краевой столицы ранее объявила 4 аукциона по несколько сотен миллионов рублей каждый. В Калининграде проходит медиафорум, организованный Общероссийским народным фронтом «Правда и справедливость». Он собрал полтысячи журналистов со всех концов страны. Участники форума, а среди них и 7 журналистов с Алтая, не просто подняли наболевшие вопросы, а своими материалами помогли изменить ситуацию. Заставили власти открыть глаза там, где она не выполняла обещаний. Сейчас на ваших экранах материал нашего корреспондента Алексея Янкина, который стал лауреатом всероссийского конкурса «ОНФ «Правда и справедливость». Если гипотетически предположить, что дождь будет идти все лето, то есть получается, что ситуация с дорогами не изменится вообще? Заниматься восстановлением несущей способности дорожного полотна в рамках нарушения закона, но не сообразно, поскольку это будет просто растрата бюджетных средств. Но вы уже нарушаете? В течение 10 дней вы не исправили? Награды журналистам, в том числе и семи лауреатам конкурса «Салтая» вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Сегодня форум завершает свою работу, а нам удалось связаться с Алексеем Янкиным, и он поделился своими впечатлениями. Медиафорум – хорошая возможность посмотреть, как живут и работают коллеги в других регионах, как они эффективно участвуют в решении социальных проблем. Все три дня медиафорума будут весьма насыщенными. С утра и до вечера все расписано по минутам. Дискуссионные площадки, живое общение с лучшими представителями профессии. Думаю, мероприятие пойдет на пользу всем участникам форума, региональным корреспондентам и редакторам. Громкими овациями завершилось выступление известных фигуристов и звезд шоу-бизнеса в Барнауле «Вместе и навсегда». Так называется новое шоу Ильи Авербуха. Правда, сам автор проекта к разочарованию публики до Алтая так и не доехал. Без идейного вдохновителя по заверениям зрителей шоу смотрелось не хуже. Вот такие пироты в воздухе выделывал Евгений Кузнецов. Именно ему доверили открывать программу. Постконферансье уже по традиции занял олимпийский чемпион Алексей Ягудин. За два часа зрители увидели акробатические номера и костюмированные перевоплощения. Крывая столица стала первой в череде гастролей после возобновления тура «Вместе и навсегда». Пауза была связана с Олимпийскими играми в Южной Корее. Теперь участники вновь в деле. Для многих проект Илья Авербуха стал своего рода продолжением карьеры. Судя по долгим аплодисментам и крикам «Браво!», зрители увиденным остались довольны. Просто когда с четырехлетнего возраста не просто поднимаешь штанги, не в обиду этого вида спорта, а у нас есть все-таки составляющая, да, артистическая, творческая, от нее очень сложно избавиться. Почему актеры театра и кино работают до последнего, они умирают на сцене, потому что они без этого жить не могут. То же самое, наверное, у нас. Подробнее о том, как принимали звезд фигурного катания в краевой столице, смотрите в вечернем выпуске наших новостей. А я продолжу. Молодая певица из Алтайского края примет участие в вокальном конкурсе, который проводит один из федеральных каналов. Покорить жюри автору и исполнительнице собственных песен, 23-летней Полине Холод, наверняка будет непросто. В жюри известные продюсеры Тимати и Максим Фадеев, как призналась Полина в интервью нашим коллегам, на кастинг решила поехать спонтанно, есть много новых собственных песен, которые хотелось бы представить профессионалам. За выступлением нашей певицы будем наблюдать 3 марта. Если Полина пройдет отбор, то станет участницей реалити-шоу, победитель которого получит 5 миллионов рублей. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Как стать моложе всего за месяц? Уже за месяц сыворотка лора «Мезоэффект» заметно уменьшает морщины, возвращая молодость. Лоры от компании «Эвалар» продаются в аптеках. Сегодня в крае, в отдельных районах, небольшой снег, метель, на дорогах гололедится, ветер северо-западный, умеренные местами порывистые, температура в Славгороде минус 15, в Заринске и Камнинаби 12, 8 градусов мороза в Рубцовске, 6 в Валейске, из Миногорске 5 градусов мороза в Бийске, минус 2 в Белокурихе. В Барнауле переменная облачность, снег, ветер северо-восточной, умеренные и до 15 морозов. Телефон редакции в Барнауле 722 440. Не пропустите наш вечерний выпуск. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова